Всем привет! Вы смотрите Chemistry Today. Сегодня мы поговорим об одном индикаторе, о котором знают все школьники. И имя ему – фенолфталиин. Мы не только покажем какие-то стандартные реакции с ним, а еще и разберемся, как он работает и что он еще умеет. Начнем с того, что такое вообще индикатор, в контексте химии, конечно. Из названия следует, что это вещество, которое на что-то нам может указать, от слова indicate. В данном случае по индикатору мы можем судить об изменении pH раствора. Например, к таким индикаторам относятся метиловый красный, эриохром, лакмус. Но одним из самых популярных индикаторов является рассматриваемый нами сегодня фенолфталин. Главная характеристика индикаторов – это их так называемая область перехода pH, обозначаемая ΔPH. Например, у фенолфталина она равна 9. Это означает, что при pH, например, 7, он одного цвета, а скажем, при 11 уже другого. Давайте это проверим. Приготовим раствор фенолфталина. Для начала отмерим 72 мл 95% этилового спирта и 36,5 мл воды. Смешаем их на магнитной мешалке и в итоге получим 60% раствор спирта в воде. Фенолфталиин представляет из себя бесцветный порошок. Его навеску в 1 грамм растворим в 60% энтаноле и подождем, пока приготовится его 1% раствор. Перед вами 3 колбы с разбавленными растворами. В левой находится кислота, в средней – вода, а в правой – щелочь. Добавим бесцветный раствор индикатора. Видно, что в кислотной и нейтральной средах раствор остаётся бесцветным. А если в колбе была щелочь, то мы увидим красивое малиновое окрашивание раствора. Это свойство фенолфталиина, его ярко выраженное изменение окраски, позволяет использовать его в качестве одного из самых надёжных индикаторов основной среды. На этом простые химики бы закончили, ну а мы давайте разберёмся, как работает данный индикатор. Когда мы готовим раствор фенолфталиина, а делаем мы это в нейтральной среде, то в этот момент он существует в бесцветной форме, которая отвечает вот такая структура. Это лактонная форма фенолфталиина, так как она содержит так называемый лактонный цикл. При добавлении гидроксид анионов к раствору индикатора образуется форма малинового цвета. Эта форма характеризуется тем, что она является дианионом. При переходе к ней от лактонной формы этот самый лактонный цикл раскрывается, образуя карбоксилат анион. А оставшиеся две пара гидроксифенильные группы могут существовать либо в виде фенолята, либо в виде хинона. Всё вроде бы логично, однако давайте продолжим исследование свойств этого индикатора. Давайте поэкспериментируем и возьмём концентрированную серную кислоту. Она находится в колбе. Добавим полученный ранее раствор фенолфталиина. И он окрашивается в красный цвет. А вот это неожиданно. Давайте узнаем, что же произошло. Опять для начала вспомним, как выглядела лактонная форма фенолфталиина. То есть та форма, которая изначально была в стакане, где мы готовили его раствор. Концентрированная серная кислота является сильным протонирующим агентом. Это значит, что она стремится поставить куда только угодно свой протон, то есть H+. Слабым местом, опять же, является лактонный цикл. Он протонируется, раскрывается и превращается в карбоксильную группу. При этом на центральном углероде остаётся заряд плюс. Это называется карбокатион. Вот это и есть оранжевая форма фенолфталиина. Здесь вы, конечно, если ещё живы, можете задать вопрос, почему эта форма именно оранжевая? А почему другая именно бесцветная, а не какой-нибудь цвет влюблённой жабы или лягушки в обмороке? Причина этого кроется в явлениях, происходящих на квантовом уровне. Поглощение фотонов, возбуждение электронов и обратным испусканием уже других фотонов. Однако я предлагаю сейчас особо не углубляться в эту тему. Так, концентрированную кислоту мы добавляли. Теперь давайте возьмём концентрированную щёлочь. Вдруг что-то интересное будет. При добавлении к ней бесцветного 1% раствора фенолфталиина, получившийся раствор в итоге бесцветный. Вдруг что-то интересное будет. Так, опять какие-то неожиданности. Давайте здесь разбираться. И вновь вспомним, как выглядит лактонная форма фенолфталиина. Когда мы добавили раствор индикатора к щёлочи, он переходит в привычную нам форму малинового цвета, который мы разбирали ранее. Однако при огромной концентрации гидроксид анионов, даваемых основанием, происходит уже следующая реакция. Присоединение OH-группы к центральному атому углерода. При этом вся молекула становится три-анионом. Хеноновый фрагмент становится фенолят-анионом. Что ж, я надеюсь, вы не сильно утомились, хотя, на мой взгляд, изучать это достаточно интересно. А на этом я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, обязательно разошлите его своим друзьям. Пусть больше людей узнает о Chemistry Today. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok